Мавританский дворец на мраморном фундаменте. Так выглядит наш железнодорожный вокзал. Помимо ценности как объекта культурного наследия, он стал символом значимости железной дороги для развития южного портового города. Сейчас вокзал стоит поперёк станции Астрахань-1, потому что в 1909 году пути Рязана-Уральской железной дороги, ныне Приволжской, в Астрахани были тупиковыми и упирались в новое комфортное здание железнодорожного вокзала. Летом даже в наше время он хорошо справляется без кондиционирования воздуха. Зал его ожидания из-за конструктивных особенностей стен, кровли. То есть раньше наши предки умели строить. Строили этот объект культурного наследия четыре инженера. Хмелевский, Холодицкий, Филиппов и Лаврентьев. Как отмечают историки, имя архитектора, автора, творца остаётся загадкой до сих пор. Вот эти четверо замечательных инженеров завели такое здание, которое до сих пор радует глаз. И туристы, когда приезжают, они обращают внимание не на то новое, красивое, стеклянное, вроде такое удобное, а говорят, а это что такое? Может быть, это мечеть? То есть явно восточный стиль. Обязательное цветовое сочетание для строений в Средней Азии. Бежевый и голубой. Именно такого цвета был купол. Кстати, в таком же стиле в центре города построено здание, где располагается библиотека имени Крупской. Стрельчатые окна, использование наливной керамики для декора, растительный орнамент сохранён во внутренних помещениях. Необычная роспись создаёт ощущение райского сада, а на капителях колонн, листья и побеги. На востоке, и в мусульманском востоке, тем более изображение людей и прочее, это всё не приветствовалось, мягко говоря. То растительные орнаменты, как и геометрические некоторые, они употреблялись. Вокзал часто используют как декорации. Не раз эта его часть попадала в кадр. Например, здесь снимали сцены для фильма Рината Давлятьярова «Однажды». Именно его сохранившаяся уникальность помогла режиссёру создать подлинную обстановку 60-70-х годов. Объект культурного наследия сегодня – это воинский зал, комнаты отдыха для пассажиров, медпункт, административные помещения и даже молельная комната. Старый вокзал вместе с тем, который пристроили в 1972 году, вмещает до полутора тысяч человек в сутки. В прошлом году пассажиропоток составил около 559 тысяч. В 2018 году правительство Астраханской области и дирекция железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» подписали соглашение о реконструкции вокзального комплекса. Какое оно будет и какое место займёт его историческая часть, увидят все астраханцы и гости города. Дарья Мищенко, Олег Райда, Центр новостей.